я решила начитать такую прекрасную книжку мальси из цветочного домика эта книжка нам так понравилась стимой что мы даже сделали свой цветочный домик и своего мать надеюсь что мишка понравится тем кто будет слушать ну а я еще на читал потому что эту книжку нам дали друзья вот уже можно вернуть и сейчас вы начитание нам станет у нас на пакете смотрите сколько здесь много разных цветочных домиков наставьте епики на майси из цветочного домика каску может увидеть лишь тот кто знает куда смотреть посвящается василисе яш глава 1 которая тамика предлагает завести собаку но у папы петре есть идея получше на скалистом берегу возвышался заброшенный маяк много лет назад океан бил за его стены а теперь отступил оставив за собой песчаный пляж маяк облюбовал астроном петре нуми и поселился там женой и детьми вскоре к ним перебралась мадам лойста старая леди которая помогала по хозяйству как-то ранним утром с ерошины папа петтере выскочил своего кабинета я не могу работать поскликнул падая за голову лай сводит меня с ума да собачки соседки юхани не слишком-то тихие согласилась мама или держи твой утренний кофе щепоткой соли как ты любишь и она поставила перед мужем пузатую кружку с изображением созвездия подарок папиных друзей астрономов глава 2 которая дети а где дети оживился петель и перешел на шопать опасливо озираясь у них скоро день рождения надо бы подумать о подарке гуляют с мадам лойста на берегу и угора из-за лжи крадится в один день улыбнулась или посмотрела в окно лухи и тамика бегали по пляжу а за ними с диким лаем носились подопечные юхани хозяйка же неспешно прогуливалась рядом мадам всегда выглядела так словно только что вернулась из дальнего похода за спиной громыхал рюкзак набитый под завязку а в руке она держала палку для ходьбы петри с наслаждением сделал глоток бодрящего напитка и только собрался обсудить женой идею для подарка как в комнату ворвалась взволнованная тамика мама папа вы видели у мадам юхани две новые собачки док сильвер и белый путин луми палу я не видел но слышу вот ему папа оказывается мадам берет их на передержку когда хозяин песиков уезжает объяснила девочка а своих питомцев у нее всего три всего три воскликнул папа по-твоему это мало одна две три четыре пять пять подсчитал ухи стоя окна мам пап давайте заведем щенка предложила тамика кого испугался папа и взглянул наорал за окном добавил разве нам этих мало у нас скоро день рождения напомнила тамика и мы хотим питомца да да я помню пропормотал папа дети вы помыли руки на кухню заглянула мадам лойст кто последний то смаченный помидор закричала тамика и выбежала из кухни зоне рвану глухи из ванной послышались возня и споры кто уже первый будет мыть руки и ведь тихонько закрыла кухонной дверь и подошла к мужу а что думаю это неплохая идея дети должны учиться заботиться о других или милая они о себе-то не умеют заботиться а тут целая собака ты хоть понимаешь что это такое и папа взволнованно потерло и что ты предлагаешь это ли задумчиво прошелся по комнате есть у меня одна мысль не уверен правда получится или нет ты о чем спросила мама я знаю одно место где можно купить необычный подарок помнишь лавку мадам тули тот славный магазин на углу яблочной площади уточнила и там только цветы и разные безделушки у мадам тули есть секретный сад где она разводит диковинные растения мы можем наведаться к ней заговорчески под него папа как скажешь удивленно пожал плечами мама глава 2 которых дети получают загадочный подарок обещающим горы конфет и сладости день рождения тамики и лухи папа торжественно объявил сегодня мы едем выбирать вам подарок какой спросила тамика с любопытством глядя на папу собаку подошелся лухи лучше собирайтесь пожалуй я останусь дома печь булочки мадам лоиста с подозрением посмотрела на собирающуюся компанию надеюсь от не змея подумала на глядя в окно на старую зеленую машину возившую семейство номер город цветочная лавка мадам тули выглядела изумительно стены и обвивал плющ а у забора красовались разноцветные клубы с гвоздиками пионами и маками петери 0 открыл дверь и лапку наполнил робкий звон колокольчика внутри магазина было уютно несмотря на легкую прохладу и пахло кем-то сладкий вдоль стен глиняных горшках расположились цветочные островки гортензии лаванды орхидей огромных вазах возле окна гордо стояли розы гладиолусы ромашки анимоны мадам тули не смело крикнул папа глубине магазина тихонько скрипнула дверь и заднего двора в помещении вошла хозяйка лавки при ходьбе ее пышная юбка шелестела как листья на ветру а широкая шляпа украшенная гортензии закрывала лицо худощавой женщины а это ты петери мой мальчик старушка поправила головной убор здравствуйте мадам тули кивнул папа как ваше здоровье не жалую спасибо как зовут этих молодых людей с интересом спросила мадам подмигивая детям а это лухи и тамика у них сегодня день рождения и мы хотим выбрать подарок в вашем магазине объяснила мама или очень хорошо утром я срезала нежнейшие розы и она кивнула сторону вас мы бы хотели купить ваш необычный цветок вы понимаете о чем полном на пушкал папки понимаю хозяйка цветочной лавки выйдет у нас консуна а вы разознаете ответственность этого дела конечно закивал папа мама или дети удивленно переглянулись мадам тули обдумывала что-то а потом решилась следуйте за мной только тихо и ничего не трогать руками она строго посмотрела на лухи который потянул ладошку цветущей гортензии садовница открыла дверь и придерживая пустила гостей они пробрались глубину сада осторожно шагая по узкой тропе чтобы печально не наступить на растения старушка туле подошла к живой изгороди раскрыла потайную дверь заросшую плечом семейство нуми пробки пробка вошло в сад и застыла от изумления что это заикая спросила мама иви знакомьтесь мои подопечные хозяйка магазина нежно провела руку по горшкам расставленным на длинном деревянном столе глухие тамики не могли оторвать взгляд от растения места сердцевины в середине цветов в центре цветов росли настоящие дома кирпичные деревянные каменные высокие похожие на башни одноэтажные приземистые с крошечными окошками и дверьми в домике похожим на тор это пекли шел дым из трубы и пахло свежими булочками вот мы как раз завели уже себе питомцы и на тебя требуют кушать услышав шаги посетителей жители домиков молниеносно задернули шторы и притихли там кто-то живет удивилась девочка до цветочные существа их называют маясь ответил мадам маясь и переспросил и все верно когда бутон опускается домике появляется цветочное существо а какое оно прошептал ухи маясь и как и люди разные никогда не знаешь наверняка кто поселится в домике чем больше вы стараетесь вкладывать и силы любви в растения тем красивее и крепче вырастет домик и тогда тут придет добрый житель надо же удивилась или да у каждого маясь есть своя особенность например вот тут мадам туле подошла к симпатичному пряничному домику живет дождевственский скач этот малыш приносит собой запах пряников мандаринов и дарит растительское настроение в любое время года а вот тут живет радужный хвост когда он выпрыгивает из своего жилища в комнате появляется радуга чудесно воскликнула таймик разгляда разноцветный домик думаю этот майси понравится вам больше всех тарушка подошла к строению похожим на торт в нем живет конфетная радость каждое утро она оставляет возле цветка конфеты а иногда даже прячет их под подушку а кто еще вас живет поинтересовалась мама или сюрпризный прячь ох и выдумщик каждый день придумывать что-то новое будете под кроватью находить диковинные подарки ракушки шишки или даже жемчуг а мы можем их увидеть просил ухи майси пугливый и стеснительный они осерегаются встречи незнакомцами поэтому прячутся в своих домиках объясняла мадам туле я хочу конфетную радость папочка пожалуйста взмолилась тайминг и я затопал ножками ухи прекрасный выбор но сначала вам нужно внимательно послушать правила ухода за майси сказал садовница и серьезно посмотрел на детей человек который посадит семечка станет хозяином волшебного существа майси нельзя отдать обменять или подарить он уйдет сам если захочет и самое важное воскреснула вторушка так что там и кайрухи подпрыгнули каким вырастет цветочный домик зависит только от вас если за ним не ухаживать растение погибнет а с ним и домик предугадать кто у вас поселиться невозможно но чем больше вы приложите усилий терпения и любви тем щедрее отблагодарить вас житель цветочного домика папа петри рассмотрелся на кассе за подарок мадам туле упаковала горшок и семечка в яркий пакет и отдала детям не забывайте быть заботливыми хозяевами прощаясь напомнила она будем будем махнул рукой тамика и повернувшись к брату добавила даже если не поселиться конфетная радость сюрпризный прядь тоже подойдет глава третья в которой тамик и лухи становятся садоводами первым делом тамика и лухи решили посадить драгоценное семечка горшок из магазина туле показался им скучно поэтому дети украсили его ракунушками и стеклышками найденным на берегу океана а когда дело дошло до посадки оказалось что дома нет земли а вокруг маяка один песок ну вот грустно простонал лухи а не сходить ли вам господину киеве нашему соседу предложила мадам лойст она готовила обед и поглядывала на детей которые усели за кухонным столом с горшком и семечком он садовник уж у него-то точно земля найдется продолжила экономка господин киви такой хмурый я его боюсь у него всегда угрюмое лицо сказала тамика и скучила смешную гримасу пытаясь передразнить соседа лухи прыснул со смеха тогда я пойду с вами засуетила свойство снимая передник они спустились по каменной лестнице с маяка прошли по песчаной тропинке вдоль пляжа и очутились у живой изгороди домика господина киви садовник жил как отшельник ни с кем не разговаривал и недолюбливал собак юхани поэтому гулял когда-то уходила с пляжа мадам лоиста подошла к двери и дернула за шнурок дозвенел колокольчик через пару минут послышали шаркающие шаги и хрипло бормотание кого там принесло я никого не жду господин киви это лоиста я испекла для вас булочки она приподняла в руках корзинку накрытую тканью калитка со скрипом приоткрылась и садовник выглянул на улицу а мадам рад видеть да вы еще и с пирогами глаза старика засветились и он улыбнулся но заметив за пышной юбкой тайми круглухи снова нахмурился вы из пиногрызов своих прихватили попорчал киви заходить заходить он распахнул двери за шаркой по тропинке а дети мадам пошли следом глубине пышного яблочного сада виднелся желтый домик окутанный цветами господин киви пироги я оставлю тут мадам роста поставил корзинку на кирпичную кладку рядом с домом мы к вам по делу дети решили вырастить цветок семя вот и горшок есть а земли нет и она виновата покосилась на садовника а земли повторил дед земли это можно вон лопата возле сарая берите копать спасибо нетерпеливо кивнула таймика и рванула вперед не забывай догоняя сестру прокричал ухи сажаем семечко вместе помню помню протараторила девочка они засыпали в горшок землю вырули в лунку и вместе посадили семечко размером с детскую ладошку прикрыв его землей чуть дыша осмотрели свою работу но все теперь будем есть конфеты каждый день словно она прошептала тамика полейте цветок садоводы напомнил господин киви лухи послушно кивнул и взял лейку домой дети несли кошок по очереди вот и вышагивая вперед мадам роста растения поставили в детской на подоконник чтобы она получала больше света глава четвертая которой дети ужасно устали а папа и мама начали терять терпение на следующий день первым делом тамика побежала к цветочному горшку проверять семечко не взошло грустно вдохнула она ну и где домик толкая сестру протеснулся как на лухи что-то он долго растет может его нужно снова палить задумалась тамика лухи сбегай-ка за водой а почему я я вчера поливал наступился мальчик и демонстративно отвернулся от сестры ну хорошо сама все сделаю тамика взернула нос и хлопнув дверью пошла на кухню она вернулась со стаканом воды и полила семечко дети замерли в ожидании и сатаив дыхание смотрели как вода впитывается в землю но росток так и не показался нам подсунули сломанное семечко так рассадованно заявил за завтраком лухи почему ты так решил опешил папа петери и отложил обратно в тарелку свежеиспеченный блин она не растет мы его посадили полили на окно поставили что еще нужно возмутилась тамика да разве цветы так быстро растут усмехнулась мадам лойста и ловко перекинула блин со сковороды на тарелку девочки мама или заварила чай и разложила по голубым мисочкам варенье неужели вы думали что цветок вырастет за одну ночь нужно время чтобы семечко проклюнулась объяснила она и нежно подлепала сына по белокурым кудряшка и сколько же нам встать не терпеливо спросил лухи уворачиваясь от мягкой руки мама может два дня а может и целую неделю сказал папа петери пожимая плеча через несколько дней мама зашла в детскую подойдя к окну и увидев горшке засохшую землю она ужасно расстроилась и хотела бы она уже сама полить семечко но передумала и позвала детей тамика лухи что такое мамочка побежала девочка почему вы не поливаете цветок стараясь говорить как можно спокойнее спросила она потому что теперь очередь лухи казала тамика и кинула в брата мягкой игрушка почему от моя цветок наш общий в рот нашел брови надул щеки лухи не думай что сможешь меня этим напугать ты похож на морского ежа усмехнулась тамика и ладошками сжала щеки брата хватит спорить воскреснула мама или если вы не будете поливать землю растение погибнет неужели вы этого не понимаете удивилась она да там же ничего не растет сколько еще его поливать сердито спросила тамика мы хотели конфетную радость они горшок землей некоторым цветам нужно больше времени чтобы прорастить от вас требуется терпение лухи сходил за водой и полил цветок он уселся перед ним и стал смотреть на землю и не заметил как уснул проснувшись лухи увидел маленький росточек и радостно подпрыгнул тамика закричал мальчик беги сюда что случилось смотри смотри не терпеливо крикнул лухи они склонились над горшком посматривая росточек ура пророс теперь каждый день дети следили за тонким стебельком поливали убирали с солнечной стороны даже не ссорились но он рос так медленно целую вечность что дети стали вспоминать о нем все реже и реже и вскоре снова забыли на этот раз обнаружил растение петери стебелек паник листочки пожелтели ваш росток завял возмутился папа почему вы держите цветок на солнце забывайте поливать его строго спросил он и потрогал землю пусть тамика этим занимается я уж поливал рабочая себе поднос слухи и обиженно покосился на сестру я не поливала потому что думала что брат полил ответила девочка опустила глаза это тамика поставил горшок на окно она сказала так быстрее появится конфетная радость объяснил лухи петери возмущенно ходил из угла в угол поглядывая на спорящих детей расток нуждается в свете но под палящим солнцем он погибнет наконец кла папа уберите цветок с окна он присел на кровать и еще раз объяснил детям как важно не забывать о своем подопечном те нехотя переставили горшок и полили землю я думала выращивать цветы гораздо веселее а это скукота стопного тамика точно и растет толка и сил нет ждать засада воскликнул лухи глава пято который цветочный домик отправляется на прогулку а дети остаются без книжки на ночь что за крики и детской поинтересовался папа петери кромка от клёбова горячий кофе из любимой кружки это ваши дети господин мумий опять выясняет кто будет ухаживать за цветком безразлично ответила мадам войсто не отрываясь от чистки картофеля почему им сложно научиться следить за растением нахмурилась мама или она зашла на кухню и с грустью посмотрела в окно океан сегодня разыгрался не на шутку умница ты хотела завести собаку они с цветком то справиться не могут черничал папа да возможно ты прав россия ответила иви релив вода подкрадываться к маяку а волны с меня ростом посмотри папа подошел к окну будет ураган кивнул он указанно затянутой тучами небо попрошу по пляжу после бурей океан выносит столько сокровищ на берег мечтать на скаломам разговор родителей прерывал громкий топот дети толкает спорвались кухню на стебле появился цветок на кричали они осталось еще чуть-чуть и у нас поселиться конфетная радость или росте скискать волнувался вообще латамика или терпевный прячь захлопывал до шутки я очень рада поздравляю вас кодекс скаломам даже странно что цветок вышел пожалуй плечами скептичная лось ну что ты детки старались мурак для глянула на нее или родители отправились смотреть на чудо цветок даже экономка перестала резать картофель и пошла в детском горшке произошли перемены на слабеньком стебельке выросли новые листочки образовался бутон из которого проглядывала коричневая крыша с трубой действительно вылезу удивило свойства молодцы похвалил папа петель когда взрослые зашлись там и к предложил а давай вынесем на светочек подышать на улицу ему болезнь свежий воздух давай радостно поддержал сестру лухи дети взяли горшок и вышли из дома они поставили цветок на землю и стали играть догонялки какой сильный ветер поёжила стамика на меня капнула капля заны лухи бежим скорее домой начинается дождь закричала сестра и поспешил к маяку дети ввалились в прихожую сняли обувь и поднялись на второй этаж простор на гостиной они сильно диванным с окошками стали смотреть как разыгралась природа высоченные волны сильный дождь смешались началась буря у девочка испуганно закрыл рот рукой мы забыли цветочный домик на улице она пододвинулась ближе к окну высматривать цветок тамика это была твоя идея теперь сама неси его обратно наступился лухи да а кто сказал давай давай пока мы тут спорим горшок смоет его в океан ладно пошли эти надели дождевики и резиновые сапоги и выскользнули с маяка под проливным дождем они добежали до цветка вода заполнила горшок стебель прибила к земле а крыша домика который только начала показываться из бутона покосилась и испачкалась в песке это ты во всем виноват золотами к и поставил цветок на стол кричал быстрее домой на меня упала капля нет это ты виновата ты захотел вынести цикошок погулять что случилось комнату вошел папа и строго посмотрел на детей увидев растение он нахмурился и сухо сказал возьмите в кладовке палку и бечевку подвяжите цветок без подпорки он не устоит а затем ужинать и спать без книжки на ночь вы наказаны весь день ссоритесь не можете договориться вот до чего довели ваши споры и папа махнул рукой на горшок петри вышел из комнаты тяжело закрыл за собой дверь весь вечер дети ходили грустно и с кем не разговаривались а после ужина лухи подошел кашку погладил цветок ладошки прошептал покойная ночь цветочный домик прости нас вид у растения был потрепанный стебель привязанный к палке кое-как держался от глиняного горшка откалывался кусок чтобы добраться из ванной в комнату надо пройти по коридору растеряющим гостиную детскую на маяке комнаты полукруглые много окон просторное светло такая цикла нет неправильно глава 6 в которой у тамики выросли усы а у мадам луисты завелась крыса утреннее солнце пощекотало тамику за нас она чихнула и проснулась первым делом девочка откинула одеяло и потянулась и побежала к столу проверять цветок а там лухи и завопила она и бросилась расталкиваясь спящего брата вставай соня все на свете проспишь что случилось потеряя глаза пропучал лухи цветок распустился а там настоящий домик смотри скорее мальчик миром подскочил к столу и дети склонились над растения какой-то странный мадам туле красивые яркие аккуратны а у нас как сарай можете сказать девочка осматривая покосился домик закрытыми странами ну хоть вы раз это хорошо махнул руколухи главное что теперь у нас будет гора сюрприза цветок закачался и кто-то громко чихнул у нас жилья с прошептала тамика и просияла черпели конфет моя быстро сообразил лухи чего это моя вдруг ставни на окнах открылись и дети с любопытством наклонились ближе в ожидании сладости но вместо конфет на них посыпалась зала о нет что это я вся грязная возмущенно закричал тамика ха 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 засмеялся ухи на себя посмотри мрачно ответила на что стряслось в комнату заглянула взволнованная мама или у нас майси поселился года заявила девочка и ветерло лицо рукавом пижамы тамика у тебя выросли усы хватает за живот захохотал лухи вы оба как труба чист и сплеснула руками мама бегите умываться и сынок перестань смеяться над сестрой счастливые дети побежали в ванную комнату на перебои рассказываю маме о встрече с новым жильцом интересно какой у нас майси мечтательно спросила тамика скоро увидим ответила мама или вытирая лухи полотенца а сейчас переоденьтесь чтобы добраться из ванной в комнату надо пройти по коридору разделяющим гостиную детскую на маяке комнаты полукруглые много окон просторное светло три этажа и камеру с прожектором соединять винта на винтовая лестнице семейство нуми смогли приводить маяк уютный дом петри и весами сделали ремонт и переоборудовали фонарный отсек под обсерваторию где папа наблюдал за звездами планеты я очень люблю нашу комнату улыбаясь плюкнулся накрывать лухи да у нас уютно там и каждый делать мама выкрасила стены нежно-лазурный свет а папа петри нарисовал на полто нарисовал на потолке солнечную систему из найденных на берегу старых лодок соорудили детские кроватки а в комнате повесили ловцы снов которые дети сделали из выброшенных на берег стеклышек когда открывали окна они бились друг от друга и мелодично звенели а спасите крыса вдруг раздался крик с первого этажа это жилось что у нее случилось бежим скорее посмотрим дети переглянулись и как были в пижамах рванули в комнату мадам когда лухи и таймяка влетели в спальню там уже стояли папа и мама под потолком на люстре висело существо похоже на маленькую обезьяну или крысу с очень большими ушами длинным хвостом и зеленым носом пуговкой существо болталось вниз головой и рассыпала за лупой идеально прибранной комнате луис уберите его снова заводила мадам кажется я знаю кто это задумчиво произнес папа он сходил за шваброй грустно потряс ее возле люстр ушастая крыса перепугалась спрыгнула и прошмыгнув между ног папы петери скрылась что это было растерянно спасил мама и ви это наш долгожданный майси поздравляю иронично ответил папа а как же конфетная радость рикаясь пробормотала тамика может это сюрпризный прячь надежды спросил ухи может это просто угольная мышь недовольно бургнула мадам луист она забрала папа петери швабру и начала отмывать комнату не знаю как его зовут но это без сомнения майси издается мне вам не стоит его злить заметил он расстроенные дети побили в детскую и светочного домика раздавались непонятные слова шумя псам как раз я бумя круг что что-то вы что-то хотите сказать вежлива спросила тамик и подошла кашку ведь домика резко открылась из него снова посыпалась золом о нет опять девочка отскочила от стола никаких конфет оздохнул гулькин глава седьмая который майси прекрасно провел вечер а дети отмывали стены в это утро домочады разбрелись каждый по своим делам господин нуми готовил завтра мадам луиста убирал спальни мама и и ушла собирать стеклышки после бури а дети знакомились с новым жильцом папа петери сварил овсяную кашу с медом нарезал фрукты разложил по тарелкам ягоды и заварил липовый чай когда все сели за стол мама и с интересом спросила ну как познакомились с майси он не желает знакомиться спрятался в домике и получите поднос странные слова проворчал тамика если он не будет давать конфеты радугой сюрпризы что с ним делать зачем он такой никуда никудышный нужен огорченно спросил лухи мы не всегда оправдываем ожидания друг друга задумчиво ответил папа петери но в любом случае вернуть его нельзя подытожил он после завтрака дети решили показать майси океан и взяли горшок на пляж с ними пошла мадам лойство прихватив корзинку для пикника с фруктами бутербродами и соком она растили лаплет и углубил щенят книги дети поставили горшок с домиком на землю и принялись строить песочный замок украшая его ракушками существо долго не вылезало из домика иногда недоверчиво поглядывая на детей из окна это океан сказал томик смотри майси осмелился немножко приоткрыть дверь и высунуть нос но испугался ветра и иркнул обратно остаток дня он не показывался из дома и велся тихо вечером детской папа петри дочитал книгу о пиратах и включил фонарики виде бабочек которые мама развесила по стене поцеловал детей пожелал им пряничных снов и вышел из комнаты среди ночи лухи проснулся от шороха проснулся от шороха он встал и огляделся цветочном домике творилось что-то странное лухи растолкал сонную сестру и они на четвереньках подползли к столу в домике горел свет играла музыка и раздавались голоса кажется у нашего майси вечеринка прошептала томика а отмечает новоселье ответил лухи гостей пригласил а если они такие же как он испуганно прилептала девочка и завтра вся наша комната будет за лет давай поставим домик в туалет и закроем его там заложил ухи подогонки ничего не испачкать дети осторожно отнесли горшок закрыли дверь и спокойной душой легли спать утром они проснулись из криков папы петри значит я открываю дверь они на меня два бешеных майси только посмотрите по что превратили стены возмущался папа все изрисовали углем и откуда у нас два майси был же один он вопросительно посмотрел на детей майси вчера отмечал новосель шумел вот мы его сюда и принести наверное им в туалете не понравилось почесал затылок ухи а может наоборот им так понравилось в туалете что они рисунок для вас нарисовали знак благодарности предположила мадам лоиста ну вы же так делайте считаю будь честно доверить мытью стен тамики и лухи так как зверь их подросла папа и зашагал в туалет на первом этаже мама и мадам лоиста согласно закивали вот это повезло вместо рождественского скача достался свинячу чуть не плача склада миг я сегодня утром нашел под подушкой угот думаю это конфет даже попробовал прошептал ухи показал сестре черные зубы дети мыли стены в туалете и слились на майси уголь отмывался ужасно плохо он размазывался по стене превращаясь в огромное черное пятно папа поехали к мадам туули отдадим ей ее чудище устало сколотами когда они закончили уборку и поднялись в кабинет на третий этаж петери ну не сидел за столом что-то чертила считал ну а мадам туули сказала что вернуть майси нельзя напомнил он ну а вдруг можно заныл ухи может быть мадам туули знает как выгнать из домика этого майси и позвать конфетную радость за села тамика хорошо давайте попробуем собирайтесь нехотя согласился папа глава восьмая в которой дети пытаются обменять своего майси на сюрпризного пряча папа зашел цветочный магазин за ним не смело прижимая груди горшок цветов атомик последним прошибнул духи и спрятался за спину отца мадам туули поливала цветы но увидев семейство нуми так и застыла слейка в руках так вы что сделали с домика посмутилась садовница такой вот вырос промернул папа петер мы хотим его вернуть с коротамика и вышла вперед вы нас обманули обещали волшебное существо с конфетами а получилось чудовище с углем забирайте его обратно с корона и поставила на прилавок горшок томик и послышалась вознял милая моя во-первых майси нельзя вернуть и я предупреждала об этом во вторых как ухаживали за растением таким она и выросла ваш домик вырос не козистый и неуютный таких рождественных скачали конфетная радость никогда не поселиться а кто ж тогда исполнил спросил луки и выглянул из-за папиной спины например щипун или скрипушник как вы говорите он везде раскладывает уголь уточнила мадам туле дети закивали таком случае у вас угольный бухтила хозяйка магазина достала сколки толстую потертую книгу с надписью майси ведения нашла нужную страницу показала детям он картинки на них смотрел знакомый майси большие уши длинный хвост и носков зеленая кнопка маленькие куклы похож а задач на тему папа петери поздравляем садовница захлопнула книгу у вас поселился угольный бухтила вечно всем недоволен подкладывает уголь иногда рисует на стенах любит цирк и что с ним делать скрипнула тамика любите жаловать бойко ответила мадам туле как же есть его любить если он ворчит и углем кидает спаселухи а есть способ выселить его из домика и позвать конфетную радость не теряла надежды тамика в такой дом задумчиво принесла мадам осматривая горшок исключено скажите спасибо чтоб вам шумливый вихрь не поселился но вы не предупреждали об этом с возмутилась девочка это не честно разве я говорил что чем лучше вы следите за растением тем добротнее и уютнее вырастет домик и тогда в нем поселиться подходящий мазь ответила хозяйка магазин ладно есть один способ но ничего не обещает мы на все согласны закричали дети хорошо слушайте примите угольного бухтилу таким как он есть и полюбите если будете добры к нему возможно он захочет измениться но другого выхода у вас все равно нет или всю жизнь отмывать стены в туалете или мадам туле подмигнула детям и тогда он станет приносить конфеты вместо угля уточнила тамика не знаю пожалуй плечами садонец но вы должны полюбить его даже если он никогда не принесет вам конфет его не за что любить тахнул ухи мой мальчик любовь тема удивительно что она не за что просто так ответил мадам туле удачи спасибо мадам туле вы нам очень помогли сказал папа петри и подхватил горшок который дети как бы случайно забыли на прилавке цветочного магазина глава девятая который угольный бухтила впервые идет на пикник а садовник киви дает дельные советы вечером семейства номи с мадам лойстой собралось на традиционный пятничный пикник на пляж им присоединилась юхани и даже молчаливый садовник киви его уговорила лойст она испекла любимые булочки старика и помогла ему донести шезлонг безмятежный океан бархатистыми лапами подкрадывался к строящим песочный замок детям и отбегал назад мама иви постелила плед мадам лойстой расставила плетеные корзиночки с бутербродами фруктами и ягодами достал из сумки стеклянные банки с соком папа петри настраивал телескоп будем наблюдать вечернюю звезду венеру сказал папа и у него маленького улухи который устроился рядом собаки мадам юхани с громким лайм бегали по пляжу а господин киви наслаждался закатом удобно устроившись на полосатом шезлонги что за включенный сорняк пробурчал он и взглянул на цветочный домик который дети поставили рядом с папином телескоп на тот случай если майси захочет посмотреть на венеру то не сорняк обиженно складами это наше растение мы сами за ним ухаживаем за понятно еще недолго и она окончательно завянет кинул дед и устремил взгляд к океану к чему это возмутилась тамика листья желтые стебель слабая земля затвердела объяснил господин киви и что же делать подбежал лухи растение нужно подкармливать почву рыхлите поливать а еще важная атмосфера в доме объяснил садовник атмосфера переспросил лухи и задумался да она самая цветы вянут когда люди рядом с ними ссорятся и спорят не я спорю это тамика наступил слухи не это ты возразила брату сестра если продолжите ссориться цветок точно погибнет ответил дед тамика села рядом с горшком и покладила крышу угольный бухтила весь день сидел домик путешествие на машине к мадам тури сильно его напугал выходи смотри океан примирительно прошептала тамика в печеную трубу с утра бира краба тупсюнство только и бухнул майси поплотнее закрыл дверь какой волшебный сегодня закат восхитилась мама или это солнце село папа рожок костер дети бегали по пляжу пытаясь найти сухие коряги которые можно подбросить в огонь петери настроил телескоп и по очереди показывал всем планету венеру мам мадам тури объяснила нам что мы должны полюбить угольного бухтил сказал тамика прижимаясь к маме и разглядывая прыгающее пламя маленький лухи спал на коленях мадам юха не обнимая белого куделя луми палок я думаю вам стоит попробовать одобрительно кинула мама и покладила тамику по золотистым волосам любовь творит чудеса но его так сложно любить иногда я думаю что он специально хочет меня разозлить и делать все наоборот разосадована сколотами к ох милая девочка как я тебя понимаю засмеялась мадам юхань я безграничный люблю своих собак но порой думаю точно так же как и ты тогда я сильно сижусь на них и готова бежать из тома но любовь прежде всего меняет нас самих я больше понимаю питомцев и становлюсь терпимой к ним я думала бы никогда не сердитесь на собаку делась тамика ха засмеялся садовник киви даже я на них сижусь хотя они не живут со мной а если серьезно любить кого-то непросто а принять его таким какой он есть еще тяжелее нам всегда хочется изменить доработать сделать его лучше это как с кустом шиповника он цветет яркими ароматными цветами заглядением а осень дает плоды которые я зимой завариваю в чай ну к нему не подступиться попробуй к отломать веточку все пальцы и сколешь иголки острый тонкий поэтому мы живем с ним в мире я его не трогаю а он растет себе у забора и радует меня цветами а если угольный бухтила ничем не не радует просила тамика так уж и ничем попробуй поискать это звала свойства красивая картинка в этой книжке глава 10 в которой дети ищут хороший в своем подопечном а находят ботинки следующий день тамика и лухи начали с твердого решения полюбить угольного бухтилу первым делом они быстренько убрались под подушки уголь который майси приобретал ночью проверили стены в комнатах где чисто родители еще спали а из кухни доносилась веселое пение мадамы похлобленчиками дети почистили зубы переоделись и отправились завтракать вместе со своим подопечным проснулись зайчики промуру колось она была в отличном настроении мадам торопилась поскорее закончить дела так как сегодня была суббота в этот день она всегда вставала раньше обычного и сразу после завтрака уезжала к подруге а возвращалась воскресенье вечером ее приятельница науру что она другом конце города автобус ходил туда два раза в день утром и вечером поэтому лось то торопилась садитесь завтракать сказал она оба и слова трубочиста притащили смошил нос мадаму лось то его зовут угольный бухтилу вы помните мы должны полюбить его процедила тамига и многозначительно посмотрела на экономку да да поспешно закрывала так раскладывая по тарелкам тонкий как кружево блины угольный бухтил вот попробуй должны лухи и замахал блином перед маленьким окошком домика майси существо приоткрыло дверь а мне около угощений и с любопытством наглядя в кухне заметив в буфете вазочку с сушками она пуле рвану окне за хрям из хрусянства сорситого брямса долопил бухтила сводил сушки и спрятался обратно в домик он выругался или благодарил за стол со сковородкой в руках лось то ему нравятся сушки или он их ненавидит удивленно спросила тамика из домика послушался хруст и чапками кажется нравится прошу толухи прислушиваясь мадам войска допихла блины и быстро навела порядок на кухне сняла цветастый фарту и захватив маленький чемодайшек стоящий в коридоре направилась выходом а где обувь бронка спросила она дети оставили еду и вышли на лестницу на первом этаже маяка в прихожей стояла растерянная мадам пропала обувь это ваши проделки строго спросила она это не я обижена честно мы не брали тамика спустилась осмотрелась пропала вся обувь сандалий нет и папиных ботинок ничего не осталось кроме одного старого шлёпанца девочка подняла его показалось мне пора уходить пойти скорее искать заболвалась мадам на шум пришли папа петер и мама или все утро семейство муми водам войска сыскали по маяку заклядывали под диван и кровати в шкафы и тумбочки лухи обнаружу за креслом давно забытый паровоз а тамика кукольную туфельку которую она потеряла на прошлой неделе но ову так он не удалось найти она исчезла как сушки из вазочки эх не попала я к подруге автобус уже ушел стопнул лось скинув на часы вид у нее был расстроен лось мне очень жаль что туфли пропали я знаю как ты хотел поехать к нау давай я приготовлю обед а ты немного отдохнуть сложила мама и отправилась на кухню не переживайте в следующий раз съездите попробовал успокоить ее папа петер я думаю мы все вместе неплохо пройдем время и здесь как вы сможете на то чтобы немного отдохнуть и прогуляться босая компания побрела к океану дети играли в догонялки а мадам лоиста взглядалась по сторонам надежды найти туфли смотрите изумленно воскликнула на на крыше маяка не нашел папа посмотрел на крышу а это действительно она петри задумчиво почесал затылок как шумов там оказалось кажется я знаю как то промотала тамика неужели это наша мама так пошутил она наверно не хочет чтобы уходили мадам лось скалухи взял экономку за руку неужели ты ничего не понимаешь как мама залезть на крыш это точно делишки угольного бухте и возмутилась сестра ясно одно возвращать обувь он не собирается заметила лоисту что же нам делать она поправила волосы скрученные в тугой пучок как у балерины и с надежды скилла на петель есть у меня одна идея папа потер подбородок от крыши есть окна я открою и попробую панкать сбросить обувь а вы ловите на дети с мадам лоиста стали ждать и папа поспешил к маяку дома господин нумер взял швабру стал на стремянку открыл окно мама ими помогала держать лестницу пока страну сбрасывал с крыши обувь это совершенно несносное существо проворчала мадам лоиста хватило обувь и кротно зашикала к дому мне кажется она сильно расстроилась что не смогла поехать к своей подруге мадам нау заметил ухи и вот как после этого любить майси когда от него одни неприятности сплеснула руками тамика дети собрали оставшуюся обувь и побрели к дому глава одиннадцатая который папа петель рассказать о звёздах а угольный бухтила поет песни вечерами вблизи океан остановилось холодно и папа топил камин жители маяка собирались все вместе в гостиной вот и апрель глицинья распустилась вы видели изгородки ли это наслаждение гулять рядом с его домом сказала мама или и поставила поднос какао на маленький столик с изогнутыми ножками давай лоиста взбодрись хватит дуться хочешь поезжать подруги на всю неделю петель и тебя отвезет вот еще все равно нас лоиста взяла кружку вы же тут с голоду без меня помрете мама приснулся смеха и обняла эконом что делать ваш обормот присыл папа у детей и сидели у огня и кутались пред ты имеешь ввиду похитителя ботинок у него все хорошо нему снова пришли гости так шумят что невозможно спать пожалуйста мика расскажи про звезды попросил ухи перебрался к петре на колени я же вам уже сто раз рассказывал делся папа еще еще расскажи стали украшивать дети хорошо согласился странам и уселся поудобнее земли звезды кажутся нам белым на самом деле они разноцветные голубые желтые красный цвет зависит от температуры звезды самые горячие голубые и белые холодные и красные по цвету определяет возраст звезды горячие молодые они находятся от нас так далеко что если бы мы летели к ним всю жизнь все равно бы не добрались зато свет звезды летает до нашей планеты гораздо быстрее и мы видим его ночью но представьте свет некоторых звезд только сегодня долетел до земли самой звезды и возможно уже больше нет восхищенно сказал папа петель он мог часами говорить о планетах и звездах семейство нуми и мадам лось досмотрели на огонь в камине и слушали как вдруг что это за звук настороженно спросила мама или кто-то поет ужасным голосом подтвердила мадам войсто нетрудно догадаться кто обучал отами поправляя две другие русые косы которые заплела и мама малыш слухи уже спал он закутался пушистым пледом из-под которого виднелась белокурая кудрявая головка остальные подкрались к детской слепопытством приднули к чуть-чуть открытой двери пытаясь взглядеть сквозь щелку что происходит в комнате домик на тоником стебельке шатался в разные стороны оттуда доносилось веселое пение крябума скрября тряга с крышом отряса крябума крябума крюшом у него ни слуха ни голоса прошептала тамика а мы должны его полюбить любить не за что-то просто так пожала плечами мама или если бы я так горланила по ночам ты бы меня любила недоверчиво поинтересовалась тамик конечно ты кстати громче горланила пару лет назад задумчиво ответил маму могу себе представить хихик мама домой ладно пошли спать дети могут переночевать в зале возле камина на руку папа тамик возьми в шкафу теплый плед глава 12 который майси получает посылки и новое имя рано утром папа петри спустился по винтовой лестнице из кабинета и удивленно застыл на месте он принюхался и огляделся откуда этот ужасный запах спросил он сам себя лойста вы готовите новое блюдо чуть повысил голос папа что что вы там бормочке господин уме лойста в халате надетом поверх ночной сорочке в смешном красном вязаном колпаке появилась на лестнице ведущий на первый этаж вы чувствуете этот запах переспросил папа фу чем-то воняет тайник из головы закутанного одеяла вышли из гостиной это из нашей комнаты казалухи открыл дверь детскую на столе стал горшок с покосившимся деревянным домом вокруг которого лежали маленькие свертки наше горшочное величество получают посылки удивилась тайник это не просто посылки это сыр с плесенью восторженно ответил папа раскрывая одну из них ваш угольный бухтила еще и гурман петри завернул бумагу вернул сыр на место в этот момент дверь домика открылась и оттуда выжил майси напевая он собрал посылки и уже на пороге корта осмотрел собравшихся суряба хрязь бас трузым сказал и захлопнул дверь пожалуй налью чаю выдавалась а мадам лойста прижимая руку голове направилась на кухню папа петри открыл детские окна чтоб проветрить а мама или приготовила на завтрак яичницу с помидорами и грибами смотрите ваше чудо в перьях явилась промормотала лойста угольный бухтила зашел на кухню и прыгнул на обеденный стол каждому сидящему он положил рядом с тарелкой уголь а затем перепрыгнул на столешницу буфета где мадам лойста хранила вазочку с конфетами и сушками разу ряка тхур бяка хрубан твердоскломаясь и начал нанизывать сушки себя на хвост покончив с этой работой он спрыгнул буфета и пулями днулся по коридору в детскую какой невежливый пухнула мадам лойста никаких манер он что будет есть вонючий сыр с сушками бе-е-е-е скотчила гримасу тамика о вкусах не спорят мудро стала мама если вы заметили угольный бухтила подарил нам по угольку все это время тамика и лухи добросовестно ухаживали за растением поливали выносили на солнышко разговаривали с и даже перестали спорить ходили господину киви за подкормкой для земли и советами цветок ахреб стебель стал сильным и уже мог стоять без подпорки а листья выросли большие сочные и казалось что и сам домик преобразился а однажды семейство ломи застало такую картину мадам лойста пила чай рядом сидел угольный бухтила а перед ним стояла тарелка с ушками ну а что пусть привыкает есть культурно а то как дикий хватает и на хвост вешает а мне что еды жалко пошла плечами лойста макая очередную сушку сладкий чай угольку нравится завтракать с вами лость засмеялся лухи угольку у него новое имя удивился папа ага он каждую ночь подкладывает нам под подушку угли и мы решили вот так назвать и внула тамика майси оказался способным и дети быстро научили выиграть впряг правда майси находил детей в два счета а вот тайники и лухи приходилось попыхтеть он прятался так что искали во всем семейством малыш подружился с собаками юху не даже стал наведываться господину киви который как оказалось тоже любил сыр с плесенью домочадцы уже привыкли к разрисованным углем стенам и стали иногда подпевать нескладным и смешным песням угольного бухтира мама и подобрала не сложный мотив на пианино и подыгрывала ему глава 13 который случился поток и еще одна неприятность весной бывают такие дни когда вода поднимается до маяка тогда мадам юхани не может выйти из дома вода держится второй день и юхани заперто в своем доме озабоченно произнесла мама или а вдруг у нее кончилась еда нужно навестить ее и пригласить на чай с булочками кивнула мадам войска она вместе с детьми и майси месила тесто уголек прыгал по нему и хватает за него лапками вытягивал до потолка хорошо я схожу согласился папа петери он надел резиновые сапоги выше колена и открыл дверь дождь лил как из ядра петери накинул на голову капюшон зеленого дождевика и ступил в воду которая мгновенно залилась сапоги папа пробрался дом юхани постучал в дверь ослышался лай господин уме что привело вас в такую непогоду удивленно спросила мадам придерживая собак хотел узнать как у вас дела можете пожить у нас пока не спадет вода было бы неплохо спасибо как видите мой дом затопило она широко распахнула дверь вода залила полы из комнаты в комнату плавали вещи мадам собачьи миски тазик банки дела протянул петери идемте пить чай с булочками он помог юхани перенести собак таксу липу хаски кирсику и рыжего пуделя лука песики лаяли и пытались вырваться так как хотели в план добраться до берега мадам юхани поселились на первом этаже в комнате для гостей по сосиску с лойсом вечером жители маяка собрались у камина собаки и дети лежали возле огня и грели бока мама сидела у окна смотрела на что папа что-то записывал потрепанный блокнот небо затянуло тучами шел дождь и астрономам пришлось отложить наблюдение за звездами лойста и юхани вели неспешную беседу о том что раньше все было совсем не так как сейчас это была их любимая тема а из детской сдавалась нескладное пение уголька утром всех разбудили собаки они пробрались в спальне и стаскали зубами одеяло забежал в детстве песики радостным лаям подняли детей а затем принялись лаять на домик кирсика хотел первым разбудить массе он нетерпеливо закинул лапы на стол задел горшок и уронил его на пол кирсика что-то натворил испуганно закричал там тамика она подбежала к разбитому горшку и стала собирать осколки сломался пробормоталась там это не сразу заметила на злоны на стебель цветок грустно повис на треснувшей ветки уже теперь путиц тревогой прожитал лучи за шмурился от испуга из дома были с ошарашен уголек а пошел его со всех сторон взвиснул и рванул из комнаты весь день дети ждали его но он больше не появлялся растение присадили в новый горшок а стебель подвязали если не страстется цветок завянет грустно склала мама а есть и цветок завянет тугольный бухтила не вернется воскликнула тамик ох простите это все я виновата не усмотрела за своими питомцами буду я возвращаться домой вода спала и надо просушить комнату спасибо за гостеприимство сказала юха не отклонилась лосьта заварила чай и положила в тарелку сушки вот ведь хлопнула на себя полбу сушки для угольки уголька достала а его больше нет мадам села за стул и заплакала за ней заревел лульки заплакала тамико так оставить слезы едем к мадам туле вдруг она починить цветок семейство мумии лоиста забрали с машины поехали к цветочному магазинчику заметив поломанный цветок садовница покачала головы уголек из дома ушел верните его заплакала тамика и протянула мадам надломленное растение кто не поняла туле наш уголек объяснил лухи угольный бухтина уточнила старушка все дружно затевали вы же и сами хотели от него избавиться мадам туле хитро посмотрела на детей это отличный шанс цветок завянет а майсе найдет новый дом но мы не хотим чтобы он уходил мы любим его это наш уголек взволнован сколотами к и сама удивилась своим словам мы вправду его любит нет не так мы вправду любит переспросила она и посмотрела на свою семью конечно любим закивал ужин я уже привыкла пить ним чай скрипнулась дело плохо конечно я постараюсь помочь но никаких гарантий несколько мадам тури пожалуйста только не в этот раз пробормотал петри я сделаю все что смогу сказал садовница и сочувствием посмотрела на папу она обработала надлом глины перевязала степель бинтом закрепив его на длинные палки сделала пахучий раствор перевела его в баночку и отдала детям принимать больному по две капли в день под основание стебля объяснила она через пару дней будет понятно выживет цветок или нет спасибо вам большое мы сделаем все как вы сказали поблагодарили дети дома цветок поставили на окошко полили закапали раствор и поставили отдыхать вода отступила и вечером семейство номи и мадам лойста помогали юхане просушивать дом даже господин киеве пришел они выносили вещи на улицу и раскладывали их по берегу папа бедрами таскал воду из домика юхане надеюсь больше таких подопов не будет юхане тяжело села на песок предлагаю идти домой и греться у камина бодро приложил петри зашагал к мяку глухие тайника при прыжку поскакали впереди мадам лойста и господин киеве устало поплелись следом а или помогала мадам юга не поймать собак и закрыть их доме дети с надежностью заклинули в детскую слышишь что-нибудь прошептала сестра не тишина домики никого нет грустно скролухи никудочные мы хозяева не смогли сберечь нашего майся скрипнула тамика папа был прав рано нам еще заводить животных не умеем о них заботиться так нам и надо сказала девочка не сдерживая слезы глава 14 который все стоит на свои места утром дети подскочили в кроватях от оглушительного пень в цветочном домике слышалось возня как там что-то чинили под веселый мотив уголек вернулся восторжен закричала тамика ура запрыгал ухи дети подбежали к столу и изумленно застыли что случилось с домиком удивленно спросил мальчик кто-то перекрасил стены в кирпичный цвет ставни белый а забор желтый починил крышу и двери смотри на окнах появились занавески а из трубы идет дымок который что-то вкусная подала носом девочка шарлотка а вдруг перешел наш опыт лухи это никакой не уколек кто ж там по-твоему это вечера спросила сестра не знаю может быть конфетная радость но уж не и нет не нужна мне больше конфетная радость не за какие сладости посмотрела станет и попыталась в окошко разглядеть что происходит домик неожиданно дверь открылась и оттуда выпрыгал угольный бухтила наш маясь и захлопала до штаммик я же говорила а ты конфетная радость привет уголек решил порядок навести умыска рам заказ крымзис ревнул угольный бухтила и захохотал дети вместе с ним пришли со смеха на хохот сбежали все остальные домочадцы что тут у вас происходит возмущенно спросила лось и не дожидаясь ответа радостно заголосила наш уголек вернулся что за безудержно веселье с самого утра заглянул в комнату папа господин петри вы только поглядите кто тут протаратура волосы сквозь смех уголек вернулся а мы тебя ждали сказал папа и захихикал сначала держи себя потом захохотал во весь голос вы что сговорились мама яви озадачно посмотрела на веселяющиеся семейство но не сдержалась и засмеялась со всеми наконец папе петри удалось выползти из комнаты лухи и тамики на четвереньках так что то тут не ладно смех без причины слух подумал надо звонить старушке туль он добрался до телефона набрал номер мадам это петри у нас тут творится что-то странное что случилось звонок поинтересовался на вернулся угол и бухтила внешне такой же только вот папа задумался он починил и перекрасил свой дом и теперь когда он что-то говорит мы смеемся и я беспокоен этим ах вон оно что хитро пришел к мамам туле спешу вас поздравить майси редко возвращаются места где им было небезопасно видимо уголек не только ощутил вашу заботу но и полюбил вас отсюда такие перемены а что касается смеха это редкий да да но что же нам делать мы не можем остановиться а задач на спросил папа майси не будет вас смешить постоянно он делает это тогда когда вы нуждаетесь смехи хорошо бы задумчиво пробормотал папа поверьте вам крупно повезло отныне вашем доме будет царить хорошее настроение успокоила папу мадам тури и немного подумав тихо добавила петри у твоих детей все получилось если будут вопросы звоните смех стих и семейство перебралось на кухню завтракать а у калька появилось свое место за столом кружка и тарелка которую мадам лойста наполнила сушкин книжка кончилась я надеюсь что все записалось ой ой а вот нашим и угольные бухтела который по совместительству прячет сюрпризы надеюсь что все будет хорошо все получилось